Иисус Сегодня мы в Иерусалиме, в одном из моих любимых мест у гроба в саду. Мы будем говорить о том, как Иисус является уникально живым. Добро пожаловать на Мировое Влияние. Я Билли Уилсон. Сегодня мы в Иерусалиме, а точнее у гроба в саду. Знаете, гроб все еще пуст. Иисус воскрес из мертвых, и Он жив. И сегодня мы будем говорить о том, что Иисус уникально жив. На самом деле мы подготовили целый цикл передач об уникальных заявлениях Иисуса Христа. И о том, что они означают для нас в 21-м столетии. Сегодня мы будем говорить о Его воскресении, о жизни, а также о значении всего этого для нас. Для этого цикла передач мы подготовили небольшой брошюр об эксклюзивных заявлениях Иисуса Христа в нашем веке. Вы можете быть уверены в том, что Иисус уникален. Он единственный спаситель, посредник и Господь. И только Он победил смерть сейчас и в вечности. Вы можете получить эту брошюру, позвонив по номеру, который вы видите на экране. Вы также можете связаться с нами через наш сайт, адрес которого также указан на экране. Попросите брошюру об уникальной природе Иисуса, и мы вышлем ее вам бесплатно. Вы укрепитесь и будете твердо стоять в Господе. В сегодняшнем выпуске мы будем говорить об эксклюзивном заявлении Иисуса о том, что Он победил смерть раз и навсегда. Я верю, что это послание поможет вам больше других проповедей. Вы можете смотреть смертью в лицо, потому что Иисус жив. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Я вернусь к вам буквально через минуту, чтобы поговорить о том, что Иисус уникально живой. Продолжение следует... Сегодня мы находимся в Иерусалиме у гроба в саду. Это одно из моих любимых мест. И сегодня мы будем говорить о том, что Иисус уникально живой. Я верю, что есть одно место, которое обращается ко всем нам, где бы мы ни были. Этот стих записан в Первом послании Коринфянам, 15 главе, 26 стихе. И там сказано вот что. «Последний же враг истребится — смерть». Писание учит нас тому, что смерть — это наш враг. Смерть — это враг продуктивности, враг семьи и отношений. Смерть — враг жизни. Где бы мы ни были, в какой бы стране ни родились, и живем, смерть будет нашим врагом. И есть одна вещь, которая касается всех, кто смотрит этот выпуск сегодня. И это тот факт, что вы умрете. Послание к евреям, 9 глава, говорит. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, иногда смерть приходит после долгой болезни, ее принимают как друга. Но она все равно остается врагом. В другие моменты смерть побирается в окна нашей жизни, словно вор ночью и забирает у нас близких людей. Иногда она прорывается в двери и забирает людей с помощью ужасных событий и несчастных случаев. Как бы ни приходила смерть, она всегда является врагом. А вы можете проклинать смерть или пытаться уговорить ее, противостоять ей, бороться с ней. Но смерть найдет вас, потому что все должны умереть. Римский поэт Гораций сказал, «Бледная смерть идет неустанно и стучит в двери, как дома бедняка, так и дворца царя». Смерть — это враг. Так что нам делать со смертью? Как нам справиться с этим врагом на бледном коне, который без приглашения врывается в нашу жизнь? Как нам справиться со смертью? Писание учит нас, что Иисус пришел, чтобы принести победу над смертью. Много лет назад в Вифании, недалеко от этого места, Иисус пришел к Марии и Марфе, которые потеряли своего брата Лазаря. Иисуса просили прийти, когда Лазарь еще был жив и болен. Но, как я считаю, он намеренно отлазил приход, чтобы, как говорит Писание, прославить Бога. Когда он приходит в Вифанию, к нему выбегает Марфа и говорит, «Лазарь умер». «Но если бы ты был здесь, Иисус, наш брат, не умер». В тот момент Иисус ответил ей словами, которые записали в Евангелии от Иоанна 11 главе. Иисус сказал ей, «Я есть в воскресенье жизнь, верующая в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». «Веришь и всему?» Марфа сказала, «Да, Господи, верю». А потом к Иисусу вышла ее сестра Мария. Она плакала и скорбела из-за потери брата. И она говорит, «Господи, если бы ты был здесь, то Лазарь не умер бы». А Иисус отвечает ей, «Мария, ты увидишь славу Божию». Они отвели Иисуса ко гробу Лазаря. Иисус заплакал с плачущими. А потом Он сказал им, «Откатите камень». Ему ответили, «Господи, Лазарь уже воняет, ведь он лежит там четыре дня. Не поступай так с нами». Иисус сказал им, «Я говорил вам, что если послушаете с Меня, то увидите славу Божию». Они отодвинули камень, а Он помолился и повелел Лазарю выйти. И Он в погребальной одежде вышел из гроба. Иисус сказал, «Освободите Его, чтобы Он вновь радовался жизни». В тот момент Лазарь победил врага смерть. Враг не смог удержать свою хватку на Лазаре, но смерть сразу же бросилась в погоню за Лазарем. И далее сказано, «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Хоть хватка смерти и ослабла на время, она все равно не отпускала Лазаря. Божие Слово ясно говорит, что Иисус пришел, дабы уничтожить нашего врага смерть. В послании к евреям сказано, как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смерти лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Сатана использовал смерть для того, чтобы запугивать мир, но он даже использовал смерть для того, чтобы уничтожить тех, кто служил ему. Например, Гитлер умер, совершив самоубийство в бункере. Муссолини расстреляли и повесили на площади. Сталин, убивший миллионы людей в СССР. Несколько лет назад его дочь написала в статье «Мой отец умер ужасной смертью». В последний момент он открыл глаза и глянул на всех в комнате. Это был безумный взгляд, наполненный злобой и страхом смерти. Затем он поднял руку, словно наводил проклятие на всех нас. Этот жест выглядит зловещим. В следующее мгновение его дух вырвался из плоти. И таких примеров много. Джеффри Доммер, серийный убийца, был забит до смерти ручкой от швабры в тюрьме. Саддам Хусейн, известный преступник 20-го столетия, был повешен. Смерть — это враг. Сатана использовал смерть, чтобы управлять человечеством много лет, а Иисус стал воскресением и светом. Он уникально живой. Пожалуйста, оставайтесь с нами, чтобы услышать продолжение программы. Воскресение является основополагающим для нашей веры. Павел говорит в 1-м послании Коринфянам 15-й главе, что если он не воскрес из мертвых, то наша вера напрасна, и мы служим мертвому спасителю. А вот почему это так важно для нас. Воскресение показывает нам, что Богу можно доверять. В 15-м псалме 10-м стихе говорится о том, что Спаситель не увидит тление. Иисус воскрес из мертвых. Через три дня Он воскрес в новой жизни. Его тело не разложилось. Он жив. Мы можем положиться на Слово Божие. Мы можем доверить Ему своей жизни. Еще одна чудесная истина о воскресении показывает, что Бог принял жертву Иисуса на кресте. Воскресив Его из мертвых, Бог сказал, «Ты заплатил за грех мира». Он был доволен Своим Сыном, который исполнил Его волю и добровольно пошел на крест. Воскресение – это Божие. Аминь. На все, что сделал Иисус. Совершилось? Так Иисус сказал на кресте. Еще одна чудесная новость состоит в том, что теперь у нас есть надежда на наше воскресение. Павел говорит о том, что Иисус воскрес из мертвых в качестве первого плода урожая воскресения, тех, кто следует за Ним. Мы можем быть уверены в том, что воссоединимся с родными, которые ушли до нас, и будем вечно с Ним в Его Царстве. А вот почему послание о воскресении обладает такой силой и великой надеждой. Практически все согласны с тем, что Иисус из Назарета жил в первом столетии, называл Себя Сыном Божиим и был распят. Но то, что было дальше, также важно. Воскресли Иисус из мертвых, тем самым подтвердив Свои заявления. В судах по всему миру судьи ищут вещи, которые указывают на истинность свидетельства. Во-первых, есть неудобные факты. В истории о воскресении женщины нашли пустой гроб и первыми увидели Иисуса, потому что мужчины прятались. Скорее всего, в случае лжи они бы поменялись ролями. Во-вторых, мы видим перемену в поведении. После воскресения испуганные мужчины стали смелыми, а день поклонения перенесли с субботы на воскресенье, в память об этом событии. В-третьих, мы видим небольшие различия в показаниях. Четыре Евангелия содержат вариации, зависящие от опыта авторов, но ключевые части остаются неизменными. Это придает им достоверность. А выдуманная история была бы одинаковой. В-четвертых, мы видим оригинальную мысль. В-четвертых, еврейские представления о воскресении в то время не включали в себя телесное существование после смерти. Кроме того, перерождение в легендах об Осирисе или Адонисе требовали новое тело. Идея о том, что воскресло изначальное тело Иисуса вместе со следами от гвоздей, было чем-то новым, что родилось от наблюдения, а не принятия других идей. И не стоит забывать про бритву Акама, которая говорит, что простейшее объяснение, освещающее все факты, обычно является лучшим. Простая истина о том, что Иисус воскрес, намного лучше множества объяснений, пытающихся раскрыть, почему его гроб пуст. Никто не стоит за то, в чем сомневается, и уж тем более не умирает за то, что считает ложью. Первые ученики знали, было ли воскресение истиной или ложью, которую они придумали сами. Давайте посмотрим на Симона Петра. В день, в который Иисус был предан, рабыня обвинила Симона в том, что он следовал за Иисусом. Он мог проигнорировать ее. Слово «раба» не имело силы против свободного, но вместо этого он отрекается от Иисуса и убегает. Но после воскресения Петр смело проповедует религиозным лидерам, которые устроили распятие Иисусом. Такими были убеждения первых учеников. Они смело проповедовали перед лицом смерти. Радостная весть о воскресении Иисуса разошлась от Иерусалима до краев земли. Десять апостолов умерли за свою веру в жизнь после смерти. В первой части нашей проповеди мы увидели, что смерть является врагом нечестивых. Оно уменьшает их шансы на покаяние. Но смерть также является врагом праведных. Однако Иисус пришел, чтобы помочь всем. Он пришел, чтобы победить этого врага раз и навсегда. Диал Муди сказал, «Смерть сможет быть царем страхов, но Иисус — царь царей». И Иисус явил Себя как воскресение и жизнь много лет назад. Во втором послании Тимофею 1 главе Павел говорит «открывшийся же ныне, явлением спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Карл Барт сказал, «Пасхальное послание говорит нам о том, что наши враги, грея, проклятие и смерть побеждены. Они больше не могут устраивать беспорядок. Они ведут себя так, словно исход еще не решен, а битва не выиграна. Мы должны учитывать их, но, по сути, мы больше не боимся их». Иисус сталкивался со всеми нашими врагами, но Он также сталкивался с последним врагом, который был уничтожен в Его воскресении, смертью. Но что это означает для нас? Иисус уникально живой, Он воскресение и жизнь. Как нам применить это в наше время? И что это означает для вас и меня? Во-первых, это означает, что с нашим врагом сразились. Смерть — это враг, с которым столкнемся все мы. Но мы можем быть уверены, что кто-то сразился с ним за нас. Иисус Христос победил. Послание к римлянам 6 глава. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Иоанна 6, 40. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день». «С нашим врагом сразились». Второе, что это означает для нас, наша вера была освобождена. Когда Иисус воскрес из мертвых, это подтвердило веру учеников в Него. Сегодня наша вера свободна, и мы можем верить во Иисуса всем сердцем. Много лет назад Авраам умер и был похоронен в пещере недалеко отсюда, в Хевроне. В 483 году умер Будда, его останки были кремированы и розданы восьми разным группам. Мухаммед умер и похоронен в Медине. Иисус Христос умер в 30-м году здесь, недалеко от Иерусалима, но вы не найдете его могилы, костей или еще чего-то, что связано с его смертью. Иисус жив. Он воскрес из мертвых. И как сказал ангел в то утро, его здесь нет, он воскрес. Благодаря этому наша вера была освобождена. И мы можем верить ему всем сердцем. Воскресение дало нам новую жизнь. В-третьих, это означает, что наше будущее было сформировано. Благодаря воскресению Иисуса мы можем быть уверены в том, что однажды также воскреснем из мертвых. Евангелие от Иоанна 5 глава говорит, что кем бы вы ни были однажды, вы воскреснете из мертвых и предстанете перед Богом. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, и изыгут, творившие добро воскресения жизни, а делавшие зло воскресения осуждения. И последние. Благодаря тому, что Иисус уникально живой, наш фокус был изменен. Павел говорит, «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Стэнли Джонс сказал много лет назад, за всю историю христианства, каждый раз, когда люди делали ударение над Иисусом, происходил новый всплеск жизненных сил и смелости. Несколько лет назад на одной конференции сказали следующие слова «Я хочу оставить их с вами». Я верю, что они повлияют на вас так, как повлияли на меня. Наш фокус должен быть на Иисусе Христе. Иисус — фундаментальная доктрина настоящего богословия. Он необходим для духовной религии. Он может удовлетворить все наши нужды в одно мгновение. Он дает сил слабому, доступен для искушаемых и испытуемых. Он сочувствует и видит. Он хранит и направляет. Он исцеляет больных. Он очищает прохоженных. Прощает грешников. Списывает долги. Он освобождает пленных, защищает слабых, благословляет молодых, ценит пожилых, награждает прилежных, украшает скромных. Он — господин сильных, капитан покорителей, глава героев, князь князей, царь царей и Господь Господь. Его жизнь несравнима. Его доброта безгранична. Его милости вечны. Его любовь никогда не меняется. Его слова достаточны. Его благодати достаточны. Его правление праведное. Его иго легко. Его нельзя описать, потому что нельзя осознать. Он неотразим и неуязвим. Вы не можете перестать думать о нем. Вы не можете жить без него. Хирот не мог убить его. Смерть не могла победить его, а могила удержаться. У него нет предшественника и наследника. Вы не можете уволить его, и он не уйдет в отставку. Что означает для нас то, что Иисус уникально живой сегодня. Это значит, что с нашим врагом сразились, что наша вера стала свободной, что наше будущее сформировано, а наш фокус изменен. Иисус Христос, Сын Бога, уничтожил последнего врага, смерть. Вы больше не должны бояться. Иисус сразился с вашим врагом и одержал победу над смертью. И он может одержать победу в вашей жизни, потому что он уникально живой. Иисус жив навеки. Иисус говорил, «Я был мертв, и я живу. Я вечно живу». Он сказал, «Иоанну, у меня есть ключи от ада и смерти». Иисус победил нашего врага, смерть, и отобрал у него ключи вечности. Сегодня Иисус является вашим победителем, если вы приняли его. Если же вы не знаете, как сделать Иисуса победителем в вашей жизни, как победить врага смерти навеки в своем сердце, то позвоните мне по номеру, который видите на экране, или зайдите на наш сайт, адрес которого также указан на экране. Наша команда готова помочь вам узнать Иисуса, который победил смерть. Мы убеждены в том, что эксклюзивные заявления Иисуса Христа — истина. Иисус — наш Господь и Спаситель, наш Пастор, Бог и Человек. Он победил смерть для всех. Позвоните мне по номеру, который видите на экране, или зайдите на наш сайт, чтобы сказать бесплатную брошюру об уникальной природе Иисуса и о том, что его заявления означают для вас в 21 веке. Вы получите ее бесплатно. Попросите брошюру об уникальном Иисусе. В ней вы найдете все то, о чем мы говорили на наших передачах. Я убежден, что эксклюзивные заявления Иисуса очень важны для современной Церкви. Нам нужно основание, с которого мы будем провозглашать то, что Иисус является единственным путем, светом жизни. Вот почему мы хотим рассказывать о Нем миру. Я хочу поблагодарить вас за то, что смотрели этот выпуск «Из гроба в саду». Также спасибо за ваши молитвы и пожертвования. Мы не могли бы выходить в эфир, если бы не щедрость Божьего народа. Станьте нашим партнером в этой миссии, чтобы донести эксклюзивное заявление Иисуса Христа нашему поколению по всему миру. Наша миссия крайне проста. Мы — мировое влияние, и мы несем Иисуса этому миру. Спасибо, что были со мной сегодня на этом выпуске. Вы смотрели «Мировое влияние» с доктором Билли Улсоном, президентом Всемирноизвестного христианского университета Орела Робертса, находящегося в Талсе, штат Оклахома. Заходите на сайт ORU, чтобы узнать, как получить одну из 65 степеней по онлайн-программе или в самом университете Оу-Ар-Ю с гордостью поддерживает движение Эмпауэр-21. Чтобы материально поддержать нашу программу, закажите у нас любой товар или пришлите нам вашу молитвенную просьбу. Заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону, который вы видите на экране. Наделение властью — это принятие власти и силы. В университете Орела Робертса мы будем обучать поколения наполненных духом лидеров. Форбс назвал УОР одним из наилучших американских колледжей. По словам Princeton Review, он лучше на Западе. Daily Beast называет УОР одним из пяти самых здоровых университетов. И Travel Channel назвал территорию Ору потрясающим. Мы готовим здоровых лидеров для здорового мира. В этом наше и ваше предназначение. Иисус не похож ни на одного другого человека в мире. Его эксклюзивные заявления мы сможем найти в этом учебном материале от мирового влияния. Это информативное руководство может стать вашим совершенно бесплатным. Зайдите на наш веб-сайт, чтобы загрузить этот материал и посмотреть другие эпизоды из этой эксклюзивной серии. Увидьте Иисуса в новом свете, узнавая, какой Он. Заходите на наш веб-сайт, читайте, смотрите и узнавайте эксклюзивные утверждения Иисуса. Глобальный. Словарные определения, объемлющие все части мира. Входит в понятие глобальный мир, глобальные вызовы или глобальная миссия. Глобальный значит до края Земли. А вот какое влияние должна оказывать ваша жизнь. Университет Орла Робертса готов выпустить вас как стрелу. Если вы настроены сделать вашей жизни что-то значительное, присоединяйтесь к нашему вдохновенному Богом всемирному сообществу. Мы здесь не строим мелких планов. И вам тоже не стоит. В нашем университете мы обучаем целостных лидеров для всего мира. Это наша судьба, а, возможно, и ваша. Иисус не похож ни на одного другого человека в мире. Его эксклюзивные заявления мы сможем найти в этом учебном материале от мирового влияния. Это информативное руководство может стать вашим совершенно бесплатным. Зайдите на наш веб-сайт, чтобы загрузить этот материал и посмотреть другие эпизоды из этой эксклюзивной серии. «Увидьте Иисуса в новом свете», узнавая, какой он. Заходите на наш веб-сайт, читайте, смотрите и узнавайте эксклюзивные утверждения Иисуса. Вы задаетесь вопросом, ваше предназначение того стоит или нет? Но все дело в том, что вы готовы делать для осуществления вашей мечты. Может, у вас пока еще нет мечты, но правда в том, что у вас есть предназначение. И ваша задача его воплотить. И мы поможем вам в этом. Forbes назвал нас одним из лучших колледжей Америки. US News и World Report — одним из лучших университетов с ценностями. Princeton Review — лучший на Западе. Huffington Post — один из самых дружелюбных университетов в стране. Студенты из более чем ста стран считают наш университет домом. Но как это связано с предназначением? Выбор колледжа отразится на всей вашей жизни. Мы взращиваем исполненных духом целостных лидеров для всего мира. Начните строить свое будущее с нами. Мы не строим маленьких планов и вам не советуем. Иисус не похож ни на одного другого человека в мире. Его эксклюзивные заявления мы сможем найти в этом учебном материале от мирового влияния. Это информативное руководство может стать вашим совершенно бесплатным. Зайдите на наш веб-сайт, чтобы загрузить этот материал и посмотреть другие эпизоды из этой эксклюзивной серии. Увидьте Иисуса в новом свете, узнавая, какой он. Заходите на наш веб-сайт, читайте, смотрите и узнавайте эксклюзивные утверждения Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok